Аплодисменты 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 Но 64 гигабайта И вот этот компьютер я не смог открыть Его стоили в этот компьютер, он завис А там была записана фанера, под которую он сейчас приедет Дорогие друзья, наш клуб «Без Валерий Диначи Мехлюкова» Я даже не знаю, что без чего. Все равно, что нет, без трубы. Продолжаем. Дорогие друзья, у нас произошло естественное событие, которое бывает всегда на таких праздниках. То есть у нас записалось 58 человек, из которых пришло 8. 50 не пришло. Но пришло 50 человек, которые не записались. Поэтому мы сейчас будем вместо одних вставлять других. Вот, естественно. Я думаю, что ничего страшного, да? Тем более, что интересно, что будет дальше происходить. Кстати говоря, да? Вот вас касается, товарищи. Герман, что-то не нравится. Значит, а сейчас мы хотим вам показать замечательный художественный фильм, который называется, дорогие друзья, практически эммануэль. Но по-русски это называется «Мои блондинки». Это Ирка. Молодая, молодая, совсем. Тут она беременная. Как сейчас помню. В общем, помолчу. Это «Новтеньшая». А это здесь 20 лет назад. Первое выступление, Миши. Первое выступление, Миши. В общем, это «Новтеньшая». Ку-ку-ку. В общем, это вы Police. Ку-ку. 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 Есть. Миши. В этой осени какие люди в Голливуде. Вот мне визру дали, вот ей, пожалуйста. Венеция. Простите. Простаете. Это уличность. Это вторая пошла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Поехали. Ага. Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Дима Билан Дима Билан Дима Билан И вот все закраснело, и Шридберг должен быть как в «Правде» или в «Вискре», или там «Безвестие». В общем, значит, дело в том, что… Вы знаете, обычно, ну, я бесконечно благодарен, во-первых, трем людям, которые написали предисловие к этой книжке, они все здесь. Это Миша Калинкин, ведущий наше «Вече». Это Владислав Шадрин, и Анатолий Белкин, профессор, поэт. Все сегодня будут здесь выступать, мы их поприветствуем. Вот, и я попробую себе зачитать такую вещь, что автор выражает искреннюю благодарность всем людям, давшим повод к написанию стихов, песен и пародий, в связи с чем считает этих людей, безусловно, причастными к созданию этой книжки. Об этом безоговорочно предлагает разделить с ним не только возможный успех, но и ответственность. Автор признател Михаилу Калинкину, Владиславу Шадрин, Анатолию Белкину, написавшим аннотации к данной книге, которые получились удивительно теплыми и добрыми, хотя никакого давления на упомянутых выше замечательных людей автор не оказывал. Автор с восторгом отнесся к дизайну книжки, выполненной в диссиденте сам Романенко, и с умирением воспринял необычно точные выразительные рисунки художника и поэта Александра Калаганова. Некоторые поэты и барды посвятили автору свои стихи и песни, что, безусловно, тешит его автора самолюбие и даже ему льстит. И поэтому часть из этих произведений автор позволил себе включить в эту книжку. Особую благодарность вражается ЗАО «Транскитфактуринг» и у генерального директора Вадима Соленкова за помощь в издании этой книжки. Рисунки, правда, замечательные. Вот, например, о ментах, видите? Вот это знак, вот здесь козел. Рисунки, рисунки. Ну и немножко я вам почитаю, вот самого свежего, что я не читал, может быть. Вот, знаете, придумали такой праздник «День верности, любви и семьи». Знаете, летом был. В день верности, любви, семьи вам поздравления мои. А, впрочем, праздник сей, наверное, сомнителен и так суров, что на душе бывает скверно и не хватает просто слов, чтобы описать проблему эту. Пример. Семья на юге, лето, а ты один, собаки нет. А значит, нет такой заботы, чтобы домой лететь с работы, а ты бы нет в расцвете лет. И даже если был обед, то все равно, конечно, нужен хотя бы очень легкий ужин. Ты в гости, там она, привет. И вот из двух частей одна с двумя уже разлучена. Товарищ, помни, если вдруг семья уехала на юг, то ужин через не могу, но все-таки отдай. Знаете, когда осень начинается, вот на сайтах поэтических начинается глумление над такими вещами, что там вот Пушкин, да, Золотая осень, там, и Голдинская, и прочее, и прочее. И вот все, значит, вот осень, там, вот типа всем хорошо, то вот всем плохо осенью, а вот мне с Пушкиным хорошо, там, и так далее. Ну вот на эту тему тоже. Поэтам осень, как котам весна, Как барышни на пляже знойным летом, Багрянец, золото, туманы, тишина. Осталось только стать еще поэтом. Татьяна. Влюбился, как дурак в Татьяну, И так бы прожил с нею век, Но вдруг расстался. Как ни странно, уже как умный человек. Чуть за тридцать. Если вы в душе блондинка, и к тому же симпатичны, И при этом вам за тридцать так, чуть-чуть, едва-едва, Вы лихи, как паутинка, сексуальные, романтичные, А заклад готов я биться. Вам примерно сорок два. Сференовается аномалия. Средь аномалий всевозможных Есть эксклюзивная одна. И мне, поверитель безбожно, Покоя не дает она. Ведь это ж правда аномально, Когда здоровую кобылу Всего лишь капли, Моментально, как пули, И наповал, убила. А нам еще твердили в школе Про этот ужас никотинный. И я грустил. Чего же более, Что век недолг лошади. Не все, однако, в жизни гладко, И наплевав на правду эту, Моя знакомая лошадка Взяла однажды сигарету И опровергнув все приметы, Поймавши кайф от никотина, Как выпьет куриць, сволочь эта, И все жива еще с котиной. Виновен только голосом, коротенько. Увел я у приятеля жену. Ему, конечно, не было приятно, Но он не это ставил мне в вину, А то, что я вернул ее обратно. Из речи не хотелось политики, Но вот как-то вот этот самый наш министр Внутри их дел, как его, Рашид Нургалеев, Недавно сказал фразу, Которую я просто зарифмовал. Вот вдумайтесь. Из речи министра. Я скажу вам наверняка, Хотя многим это известно, Невозможно в России, Пока нам служить безнаказанно честно. Ну, похоже, что у нас все половина Питера Теперь живет в Москве. Помните, шутили? Вы откуда? Из Питера. Ну, что вы сугроз? Так вот, о бывших питерцах. Не сидится питерцам на месте, Каждый приземелье короле, Свил в Москве гнездо квадратов в двести. Кто-то даже свил себе в Кремле. Ну, дню чекистов я не буду читать. Это вы прочитаете книжки. Потому что в таком месте Тут кругом чекисты. Ну, вот когда Дмитрий Анатольевич Сказал на съезде Единой России о том, Что он не будет баллотироваться Президентом, А будет баллотироваться Совсем другой. Я вспомнил такой термин, Который называется Условно-досрочное освобождение. Который коротко звучит УДО. Ну, что сказать тебе, Димон, В фаворе вновь цветок. И на арене снова он. Ты получил УДО. Ну, памяти Кудрина я, по-моему, читал, да? Нет. Нет? Тогда прочитал. Памяти Кудрина. Или лучше так. Памяти министра Финансов. Какой страны неизвестно. Однажды на излете срока Вдруг президент одной страны Сказал, что, дескать, не нужны. И с ними, мол, одна морока Министры всякие ему. Пусть ключевые, Пусть финансы. И пусть попасть на колму, Признаться, стало меньше шансов, Но вот в отставку С полпинка. Я главный Все-таки пока И растопчу я В сей секунд Тех, кто отварится на лунт. И кто свое имеет мнение В несовпадении с моим, Пусть сразу пишет заявление. Его мы удовлетворим. В стране только профессионалом Быть однозначно слишком мало. В команде надо быть своим, Пусть даже и совсем тупым. Унизить так, как вам забава. А на лице того, кто справа, Одно сплошное торжество И прет наружу естество. Картинку эту на весь мир Транслировали все каналы, И это как-то доставало. Хотела, скажем так, в сортир Министра выбрать публично. Себя почувствовав царьком, Все это как-то неприлично. И симпатично, и с душком. Каков спектакль? А как актер? Сюжет, накал, как драматично? Меня же интересует лично. А кто же главный режиссер? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Ну, еще. Так. Объявление московского метро, Знаете, да? Увидите подозрительных лиц? Срочно сообщите в полицию. Что-то нынче мне не спится, Что-то чувствует нутро. Подозрительные лица Ходят, бродят по метро. Я в вагон зашел, О, Боже, странно, Но средь бела дня Подозрительные рожи Собрались вокруг меня. В теле глянул, Там Пригожин, Лыз, как зэк. И понял я, Подозрительная рожа Он и вся его семья. Я рванул на отдых в Ниццу Двадцать суток и два дня Подозрительные лица Окружали все меня. И в правительственном часе Та же самая фигня. Все министры Вызывают подозрения у меня. Я про Кремль писать не стал. Знаю цену я словам. С башни звездочку достану, Подарю на память вам. Парочку, наверное, пародий новых. Вот пародия такая, Вот она мне очень нравится, Я ее читал, конечно, Но вот, может, не все слышали. Наташа Киселева написала Такой стишок. Я до тебя была красавицей, Здоровой и самоуверенной. Такие ведь мужчинам нравятся, Но я ждала тебя, Наверенно. Теперь хожу по поликлиникам, И лоб морщинками отметился, Смотрю на мир Со злобой циника, А ты мне, гад, Так и не встретился. Такая пародия для ответа. Когда была ты раскрасавицей, Не подходил к тебе намеренно, Боялся я с тобой не справиться, Хоть понимал, Что это временно. А нынче ты по поликлиникам, На лбу морщины, Складки свесились, Искались я, Улыбкой циника, Как хорошо, Что мне не встретился. Ну вот еще. Еще, еще, еще. Еще одну прочитаю, Наверное, хватит. Значит, Есть такой поэт, Очень хороший, Юрий Викторов, Вот он у нас на сайте, На ювелитете, На хакматурном был. У него такие стихи милые есть, Они шуточные, И такие вот наблюдения, Он как бы зарисовки делает. И вот, Капитана моря, Наблюдение отдыхаю, Еще называется. Когда на море я бываю, Всегда душой Уполнится грудь, Ведь это ж красота какая, А не болото где-нибудь. Вокруг жасмины И левкои, И ароматом дышит брек, Покой, И всякое такое, Чтоб наслаждался человек. Лежишь на пляже, Не одетым, Кругом волна, Туда, И сразу чувствуешь, Что лето, А не зима И холода. Вдали кораблик Белой птичкой, В тумане море Голубом, И загорается, Как спичка, Мечта О чем-нибудь Таком. Хорошо, Правда? И ответ отдыхающему. Отдыхающему. Ты это все, Живописуя, Напомнил мне, Какой облом, Как я, Размашисто рисуя, Кораблик в море Голубом, Сидел на бреге Речки Мочи, Есть такая подмосковья, Что чаще все, Все же зовут мочой, И это был не город Сочи, Это было под Москвой, Вдруг дождь, Опять заморосило, Я зон забыл, Эх, Простота, Дождем с холста, Кораблик смыло, В известные тебе места, Ты в тех местах Лежал раздетым, Мечтал о чем-нибудь таком, О чем оставшемся, Поэтом, И не мечталось под дождем, Но вновь взыскай Цветлей лазури, И вновь кораблик на холсте, И чувства с рифмами в натуре Разнообразные ните, И нотка к нотке, Плюс гитарка, Строка с мелодией слилась, И корка, водочка, Тамарка, И жизнь, похоже, удалась. Спасибо. Вот, дорогие друзья, Вы поняли, да, Что муза Владимира Давыдовича, Она разнообразна, И очень приятна. Вот я, Когда у нас была сегодня Презентация нашего камня-клуба, Вы видели, да, Постоянная, Я подумал, что, наверное, Вот как-то была, Помните, программа замечательная, «Рок смеха», Которую вел покойный Александр Иванов, Потрясающе, Тонкая, умная, И какая-то добрая была все-таки программа, Вот, А то, что делает Владимир Давыдович В своих стихах, Это как раз продолжение Вот этой нашей Поэтической традиции, Все-таки иронизируя, Иронизируя по-доброму, За это ваши аплодисменты. Сейчас я прошу Дмитрия Абухова, Поставить Кремлевские куранты, Потому что особенное, Особенное случается В нашей жизни, Дорогие друзья, Сейчас, друзья, С немыслимой силой Команда Творческий Кагал В составе Низкий Гавриков Дербилов Исполнит Супер Мадригал АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Какие красавцы! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Играет музыка. 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 За всемирное способствование и неуклонное развитие. За непримиримое обеспечение и решительные действия вопреки. За веру в будущее и в связи с 60-летием. Владимир Городзейский из Квайр посвящается в рыцарей и награждается медалью бретельки на бретельке. Медаль атлет в единственном экземпляре. Играет музыка. 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 Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Еить за счет?! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сейчас я хочу еще одно искривление ликвидировать. Владимир Митланович, еще одна ипостась присутствует в нем. Кроме того, что он поэт и иронист, он организатор-профессионал. Хотя никто этого не обучал, не в ВВС, не в клубе Чегете. это то, что Господь кладет в душу человеческую и происходит это Владимир Давыдович удалось создать преступное сообщество людей обладающих умом и сообразительностью которые обмениваются информацией в секретных сайтах интернета и проводят периодические сходки где вместо того, чтобы распивать алкоголь как раньше мы встречали убирали риск, вставили водку теперь, значит, когда встречают все происходит наоборот, дорогие друзья и мы с большим удовольствием хотим попросить продолжить наш праздник поэтессу из Нижнего Новгорода Татьяну Курмедицову АПЛОДИСМЕНТЫ Прошлись по нашей хохламе слегка. Сейчас ликвидируем. А я с Нижегородским сувениром. Компьютерная мышь под хохламу. Ручная роспись, но не для плезиру, а для полезной функции в дому. Эти мышь часто, регулярно. И не жалея вордовских страниц, творил Володя мощно и ударно, чтобы вдохновению не было границ. И чтобы везде овации встречали Володю, покорители вершин. И чтобы диплом на каждом фестивале, а лучше даже, чтобы не один. Он был у нас, в районе Городецком, на фестивале Шовшинском блистал. Очаровал всех женщин не по-детски. Здесь видео и фото, материал. А для запуску Городецкий пряник. Как повод вспомнить Шовшинский простор. Проверенно печен без всякой тряни. А вкус? Потом расскажешь. Уговор. Вообще, народ волнуется российский. И принят в обсуждение вопрос. Пора, мол, выпечь пряник Городзейский. Могу, на него огромный будет спрос. Маленький комментарий такой. Когда Володя меня приглашал на день на свой юбилей, прислал приглашение заранее, а у нас с ним дни рождения прям вот совсем рядышком. У меня первого, а у него третьего. Поздравить. И я в ответ пишу. Конечно, Володя обязательно приеду. Ты знаешь, я никогда не задумывалась, что у нас с тобой разница всего. Ровно 10 лет. И он мне пишется в ответ такое расстроенное письмо. Танечка, на самом деле не 10, а 20. Ну, Володя, ты знаешь, я так и не поверила. Ну, 10, по крайней мере, лет Володя всегда выглядит моложе, чем он есть, а то и больше. Ну, несколько стихов, которые, я знаю, тебе нравятся. Так, одно из них, значит, эпиграфом служит. Четверостейший наш общий знакомый по сайту Кахмадром Лана Миговой, Барби, из курортного цикла. Четверостейший такое. Мужчина, вы морочите мне голову. Не обещала замуж я за вас. Ну, бегала вчера пред вами голая. Так проще покоряйте пармаз. Как продолжение развития этой темы. Стихотворение называется «Совсем не повод». Мужчина, вы чего какой настойчивый. От вас одно сплошное беспокойство. Ну, литр мартини на двоих прикончили. Так это разве ж повод для знакомства? Чего вы тут эмоциям-то буйствует? Всего-то пара-тройка брудершафтов. А вы уже с космическими чувствами. Да не похожи вы на космонавты. По вашим брюкам гладила в промежности. Я оттирал мои незы кляксы. Ах, допустила пару лишних нежностей. И шо теперь? Эх, вам бежать до ЗАГСа. Да может, это просто для прикола я. Силком вас привезла к себе на дачу. И души и лежу тут с вами голая. Вот ровным счетом ничего не сможет. Спасибо. И еще одно такое стихотворение. Называется «Бессвязный романс». Володя у меня всегда ассоциируется с гитарой. С чем-то таким романсом. При этом он, значит, пилот. Все время где-то летает. И вот такое стихотворение. «Бессвязный романс». Куда же ты исчез с моих радаров? Я так ждала пропащего тебя. Терзая неповедную гитару, Батистовый платочек теребя. И спутник сбился со своей орбиты. И недоступна связь через астрал. Душа в смятенье, и мечты разбиты. Тоска смертельная, и печаль остра. Четвертый час в режиме ожидания Без всякого намека на приват. В моих нечеловеческих страданиях Один лишь ты, жестокий, виноват. В эфир я шлю упорно позывные. Но где же ты мой первый? Я второй. И грудь вздымает, волны кружевные. И даже слезы капают порой. Мой лазерный прожектор по квадратной Следует привычный твой маршрут. Терпение мое невероятно. Так женщины и мужчин давно не ждут. Я верю, милый. Я, конечно, верю, Что все-таки смогу тебя найти. И ты в мои распахнутые двери Войдешь, как в зону действия сети. И объяснится все предельно просто. Опять забыл мобильник зарядить. И ясно все, и больше нет вопросов. И все мои тревоги позади. Но если ты нашел себе другую, То за измену отвечать изволь. Я так тебя, дружок, заперенгую, Что ты забудешь даже свой пароль. А на сайте она, вы можете найти книжку, Она просто сокращает свою фамилию, Просто Таня К. И вот Таня К. И если правду имеете вы обалденные ноги И с прицелом на небо упруга высокую грудь, Так не делайте вид недоступный, Холодный и строгий. И людям покажите ее еще что-нибудь. И еще одно. Дыхание сбилось уж наверняка У многих кавалеров в этом зале. Встречали по фигуре Таню К. Но по стихам с восторгом провожали. Я искренне желаю всем, Когда Владимир Давыдович соберется силами После своего дня рождения И организует очередное собрание поэтов-иронистов В этом зале, да, Владимир Владимирович? Это же состоится, я надеюсь, в 2012 году. Несмотря на Олимпийские игры, Выборы и прочую фигню, Которая нам мешает жить. Ну и я хочу с твоей стороны сказать Обязательную вещь. Дорогие друзья, на примере нашей очаровательной Танечки Мы видим, что в очередной раз, Что в России женщины это сильный пол. Они побеждают на моих бутонах, Пишут нормальные стихи, Выглядят великолепные. И вообще, кто за это, поднимите руку. Спасибо. Мещины прекрасные. Продолжаем, дорогие друзья, И представителем прекрасного пола, С которым дружит Владимир Давыдович, Поэт Борис Маркович Болотин. Друзья мои, я хочу вам представить. Это ученый с мироим именем, Химик, доктор наук, академик, Настоящий, настоящий академик. И я как-то был связан с Борисом Марковичем по работе, А потом что-то рассказал я ему Про наш поэтический хохмодром. Он так смотрел на меня, Как-то улыбался, улыбался, Оказывается, он всю жизнь пишет стихи, И он ходил в детстве, в кружок художественного чтения, В дом пионеров. Я недавно был у Бориса Марковича на юбилее, Ему было 75 лет. И там собрались его друзья по этому кружку. Представляете, сколько они дружат. Он замечательно читает стихи. И свои у него с потрясающей иронией Рекомендую Бориса Марковича Павловича. Дорогой Владимирович, Прежде всего я хочу выполнить общественное поручение. И посему я Вот Воручаю вам Эту Наградную грамоту Можно поставить по залу. В последнее время И К этой наградной грамоте Полагается Звезда Звезда не просто Называется Герой Сатиристического труда АПЛОДИСМЕНТОР АПЛОДИСМЕНТОР Англия От себя лично, от себя, жена. Значит, талантов ваших всех не перечесть, чем у меня ни грана нет сомнения. Имею удовольствие и честь поздравить вас сегодня с днем рождения. Желаю вам, желаю новых творческих побед, и желаю, чтобы на все хватило пару. Желаю чаще посещать Чиган. Да, не забудьте взять с собой. Я, так сказать, стоял за выступавшими передо мной. Хочу прочесть тоже несколько своих коротких стихков. Ну, как известно, новая, это хорошо забытое, старая. Вот я взял стишки Армии Бальто и чуть-чуть их подправил. Называется «Богатые тоже плачут». Наша Таня горько плачет. Не желаю жить на даче и в деревне не желаю. Папа, поедем на Кавайи. Мама Тани тоже плачет. Хочет платье от Версачи. Все как люди, я как дура в этих тряпках от кутюра. Зайку кинула хозяйка. Не у дело остался зайка. Суд помочь ему не смог. Слишком тощий кошелек. Нет, напрасно папа сыну покататься дал машину. Мальчик правил не учил, двух старушек замочил. Вот такой сынок растяп, а за все ответил. Я живу теперь в достатке. И купил себе лошадку. А ворюга мой, запхоз, дал коню гнилой обез. Чуть не лопнул я о злости. Как теперь не ездить в гости? На машине просто смех. Мерседес и есть у всех. Ну, тут есть еще несколько веществ. Ну, я не знаю, Владимир Ильич, как ты сейчас говорим? Мы сейчас берем сможет, да? Вот такое. Называется «Пасконное грустное». Закипела душа, прикипела к селу. С душой не шиша, даже тяги к бабу. Скотный двором немелей. Чем ухоженный сквер. Не люблю я аллей на французские манеры. Я люблю тебя, Русь, особливое село. Я в тулуп наряжусь разным франтом на зло. Я вонучий надел. Да и где их достать? Мои печальные уделы, видно так, помирать. Я в сарае возьму старый деда в горшок. Спрячу тихо в сумму и спущусь в погребок. На цежу самогон и огурчик найду. Буду здесь без прикон, я с собою в ладу. АПЛОДИСМЕНТЫ Что-то новое ища. Заменил в одно мгновение букву К на букву Ща. ПУЩИН. Это очень клево. Дворянин, тому же поэт. И писать стихи готовый, он исполнил пируэт. Но поняв, что он по сути, но поняв, кто он по сути, то способности не те, он решен. Я буду Путин. Заменил К на Т. Впрочем, нет. И это плохо. Никакой я не премьер. Как с меня такого лоха люди будут брать пример. Раз заходит он к подружке, а она ей говорит. Слушай, парень, ты как Пушкин будешь скоро знаменит. Очень просто все исправить, коль желает так душа. Ты к фамилии добавь должен букву Ша. Написавши для завала анекдот или мандарегал, ты пождешь такую славу, о которой я мечтал. Тот замешивался с ответом, подчесавши там и тут. Так-то так. Даже поэты очень долго не живут. Спасибо, спасибо большое. Еще раз ваши аплодисменты, дорогие друзья. Спасибо. Ну а сейчас... А кто там мне что-то говорил? Нет? Помимо. Ну ладно, дорогие друзья, мы продолжаем. Если этот человек уже выступал, но я от себя хочу сказать, что это потрясающее творчество этого человека. Всякий раз заставляет восторгаться тому, что русская земля, она богата талантами. И очень хорошо, что этот человек продолжает творить. Мы просим сюда второй раз выйти Владимира Гаврикова, которую мы знаем как Клок Морли. А где Клок Морли? На улице. На улице, да? Понятно. Тогда, дорогие друзья, мы просим прощения и вместо Клока Морли... Да, может быть, начали. Нет, нет. Да, раз я не попал. Ну, нет. Не попавший в штамбу... Нет, не попавший в створ ворота пришились, да, дорогие друзья? Ну вот замечательная семья горнолыжных певцов-парсуковых Выполняет свою замечательную функцию по поздравлению юбиляра. Мы теперь выходим уже парами, да? Сначала парами, а теперь парами. Ну, я, в общем-то, мы не планируем поступать, поскольку здесь я была уверена Столько желающих и именитых, и известных гостей, поэтому... Да, это вот, да, совершеннейший игрок. Хочу немножечко сказать, что первый раз, кстати, Володя тебя увидела именно в этом музее, в этом зале. Это было 98-й год, это было сразу после Тарскола, это был слякотный апрель, это была жуткая погода, и у вас был совместный концерт. И тогда я помню, это мне ужасно не понравилось. Потом как-то мы несколько раз пересекались на какие-то концерты, и потом совершенно случайно мы встретились в коридорах Транскрип-банка. И где-то вдруг мимолетно поняли, что мы где-то виделись, встречаясь на всех случках здоровья. Потом я, Володя, уже встретила, и, в общем-то, мы с нами достаточно часто встречаться по работе. И Володя работала в очень серьезном департаменте, и я очень часто пользовалась нашим знакомствами в корыстном цирке. А потом наши пути разошлись, но, тем не менее, мы постоянно катаемся, в одних примерно и тех же местах, но катаемся параллельно. И ни разу не встречались, но, тем не менее. Да, кстати, я хочу сказать, что здесь очень много показывали фотографий, но вот то, что мы принесли, это, ну, некая фантазийная часть Володиной жизни, о которой никто не догадывается, да, и которую, может быть, в аттракте, и после, ну, вот, этой торжественной части все посмотрят, и я так думаю, что это будет интересно. Это первое. Спасибо. А потом я еще хочу сказать, что мы, Володю, и вообще семью Городейских, мы считаем нашими крестными отцами и матерью нашего нового дома. И вот не так давно Володя у нас побывала, можно сказать, осветила своим присутствием, жалко, что Иры не было. И, ну, как бы, поэтому Володя у нас ассоциируется с хорошим домом, с семьей, с очагом, с друзьями, с шашлыками. Вот, а какие шашлыки без красивого и достойного набора, прибора для их приготовления. Вот, поэтому мы... Ну, и в этом же наборе есть еще те устройства, про которые говорили, чтобы оттачивать перо или перья. Тут их много. Да. Мы еще хотели сочинить песню, но, собственно говоря, на уровне и на фоне таких профессионалов мы просто не хотели позориться. Вот, но песню мы когда-нибудь... Мы уже наполовину сочинили, потом эти... Как-нибудь пропоем в классной обстановке. АПЛОДИСМЕНТЫ На дополнение к той открытке, которую мы выручили, я не поэт, поэтому стихи не мои. Ну, скажем так, такой анонс. Андрей Демитриев в 75-м году в журнале «Юности» пророковал в Тагирееве. Большие четверостишие, довольно интересные. Как-то запомнилось. Живо не так, как бы хотелось. За или суета и быт, и осторожность, а не смелость порой мной руководил. Живо не так, как мне мечталось, когда весел был и юн, и только музыка осталась от тех, не знавших фальши струн. Живо не так, как нас учили ушедшие учителя, когда судьбу земли вручили, о чем не веково земля. Живо не так, но, слава Богу, я различаю свет и мрак. И не судите слишком строго, вы все живущие в интернете. Дорогие друзья, мы приглашаем в эту замечательную музыку Анатолия Белкина для последующего подразделения. Вы знаете, мы недавно познакомились с Анатолием. Замечательный человек, но, наверное, лицо вам знакомо по телепередачам «Своя игра». Помните, да, он один из лучших знатоков там, много денег зарабатывал. Он доктор наук и кандидат других наук, он профессор. Замечательный человек и замечательный пишет стихи. Причем они у него есть особенные. Книги, например, Лимерики, правильно, да? Лимерики они были члены? Нет, ну неважно, просто я тебе говорю. И как-то мы вот с ним сошлись. И еще он мне оказал огромную услугу. Он написал, он проверил мои орфографические ошибки. Причем на каждую ошибку он диктовал правила. То есть у него там, я не знаю, что, понимаете? А ошибок было много. Спасибо, Тур. Одно стиховарение, которое написано было по аналогичному поводу, но к Володе-то оно не относится, как вы сейчас поймете. Громко охая поднялся, еле-еле разогнулся. Выпил соды от изжоги, поискал вставную челюсть, на столе очки нашарил. Прочитал три поздравления. Календарь тоскливо плюнул. Бороды расправил, космой. Кое-как ощупал брюхо. Грустно выяснил, потрогал. Так отметил день рождения, старый мудрый Винни Бейдер. Я с вами был молод, душой и внешним своим видом, мой друг Володя. Володя, я от всей души желаю тебе всегда оставаться таким же молодым, как сегодня. Мне не очень было понятно, что, собственно говоря, можно подарить Володе. Ну, это символическая такая вещь, она называется «Путь к вершине». Если он захочет, он ее разделит с кем-то там еще. Я сам этого не употребляю, но понимаю людей, которые находят в этом свою прелесть. Значит, в принципе, вот я ощущаю у Володи большую симпатию. Собственно, как и все, наверное, здесь присутствующие, это очевидно. На него достаточно посмотреть, чтобы понять, какой-то хороший, добрый, легкий, веселый человек, душевный. И он совершенно на меня не похож. Это, кстати, очень трудно по этому поводу понять. Я искал какие-то общие черты. Но потом, когда я знал, что Володя, он же на самом деле служит в банке, то есть общий интерес – это интерес финансовый. В принципе, он всем нам доступен. И, в общем, пример Володи показывает, что быть можно хорошим поэтом и интересоваться финансовыми вопросами. Это зазорно. Вот под этим впечатлением родилось, смотри, не посвящено Володе, но, в общем, под впечатлением от него, извините, без очков уже не получается. Так отметил в Днем Вождя, и он не понимается. Такое проблемное створение. Поскольку нефть есть главное богатство страны, и закрома Родины именно ею полны, даже странно, что никто не додумался почему-то именно ее объявить в национальной валютой. Устойчивость спроса она отмечена, неплохо само собой обеспечена. А что твердости в ней маловато в натуре, так это при комнатной температуре. А на просторах далекой холодной Сибири тверже валюты и не сыщешь в мире. И лишь она хорошо приспособлена для транзакций в области дежурня. С жидкой валютой меньше хлопот. Во-первых, экономия напечатаний банкнот. Да и подделать количество товарное задача откровенно не более данная. В качестве следующего шага для хранения денег заводится фляга. Место бумажника. Литра на восемь. Ее повсюду с собой носим, так развиваются мускулы тела, а карманники остаются без дела. Дальнейшая линейка очень проста. Для всех открываем бензиновые счета. Из них, вот немаловажный момент, таки капает реальный процент. И, наконец, решающие поправки. Взамен банкоматов повсюду заправки. Просто, удобно, надежно, красиво. С гарантией супротивной долива. Цистерна, краник, изящный шланг. И мыско. Государственный сберегательный танк. Поэт, он же, как всегда, акын. И, в общем, пишет о том, что видит, о том, что чувствует. Поэтому, вот что я ценю моим друге, я надеюсь, могу так говорить, Володю Градзийскому, он совершенно не похожий стихий на мои, потому что он скромный человек. А я всегда искренне с тобой, что скромность – это первый шаг к посмертному счастью, к посмертному творению. Ну и поэтому рождаются совсем другие произведения. Вот такое акынское искорение. Мне нахамил один жертвец с башкой угладкой, как колено. Он занимал почти пять мест в вагоне метрополитена. И наступил мне на башмак пройти, как водится намерен. А я сказал ему – Толстяк, куда ты прешься, лысый Мерин? И прямотой моей сражен и даже где-то ошарашен, ботинок мой покинул он и пробурчал – прости, папаша. А я продолжил свой бояж, гордясь победой эффектной. Вот так, друзья! И впредь я ваш – аполитично некорректно. Что это, Балкинское стихотворение? Тоже повея на общем реальном событии. Нет рекламы не обманешь. И вчера в кошмарном сне вдруг ко мне явился Ваниш с долстой сумкой на ремне. Корсть отравы, взяв оттуда, завопил. Ах, ё-моё! Отвечай скорее, паскуда. Чем стираешь ты белье? Я вообще-то не пугливый, отвечаю. Так и так. То ли чудо, то ли диво, то ли лоск, а может смак. Есть ещё, по слухам, Дося. Говорят, что всех сильней. Жаль, проверить не пришлось. Это средство для свиней. Зарыдал несчастный Ваниш, Исторгая мыль ледым. Для чего меня ты ранишь Небрежением своим? Я великий отмыватель, Несравненный пятногод. Всякой грязи разрушатель Так народ меня зовёт. Только ты один остался, Берегись, гонитель мой. В этом месте сон прервался За естественной нуждой. Но, умывшись с позаранок, Дал ответ я поутру. Ваниш, ты для лесбиянок. Мне твой цвет не по нутру. Всё-таки, друзья, не забудьте, во-первых, в каком мы вместе сидим. Это музей Маяковского, то есть приют агитатора Горлана Главаря. Раз. Дальше всё-таки завтра в такой день. Правда, сегодня вся кандитация запрещена. Я хотел прочитать стихотворение о национальной идее России, но оно длинновато. Может быть, как-нибудь в другой раз, если, ну, это, значит, аудитория для меня нова. Так что, может быть, как-нибудь, если Володя ещё позовёт, в другой раз прочитаю. Ну, а сегодня вот я хотел прочитать патриотическое стихотворение. Просто самое патриотическое. Правда, понимание патриотизма у людей разное. Я ещё вот в 90-е годы, когда, ну, довольно давнее, вот на совраниях раз для патриотов, я говорю, вот я хочу прочитать патриотическое. Да, да, патриотическое стихотворение. Потом я это читаю. Ну, обычно я больше размером, чем большинство патриотов, и поэтому побить меня не удаётся. Хотя, как бы, теперь. Это стихотворение, оно, длинное предисловие, из двух частей. Сначала, так сказать, простонародная его часть, а есть ещё эстетская, она будет вторая. Ну, собственно, в музее Маяковского Маяковский тоже совмещал себе две эти вещи. Итак, оно называется «Последнее прибежище патриотизма». Жить в России — трудная работа. Быть России — горе козуров. Если труд, так до седьмого пота. Если отдых, так до синяков. Всем известно, что тут лицемерить. Нас умом английским не понять. Нас немецким метром не измерить. Нас французским шармом не пронять. С собственной силой мы богаты. Есть у нас особенная стать. Мы идём с кувалдой и лопатой, Поминая часто вашу мать. Мы идём и духом не ослабли. С собственной дорогой, не спеша. Мы наступим столько раз на грабли, Сколько хочет русская душа. Да, мы скифы, да, мы азиаты. Мы себя не в силах прокормить. Да, мы всю округу кроем матом. А вот крышу некогда покрыть. Нам тревать на сытую Европу. И у нас обычай заведён, Что живут в России через жопу. В этом наша сила и закон. Тем сильна российская держава. В том заветном был отца Медан. В нашу жопу со своим уставом Пусть не лезет на грабли, судьба. Да и есть ещё вторая часть. Вторая часть. Я вижу, что здесь среди нас есть люди возвышенные. Это диалектика. Каждый из нас сочетает в себе две этих ипостаси. Берли на президенты. Почему бы и нет? Итак, ну я не демократ. Слово демократичная руля. И не стесняюсь презентаться. Но неважно, это другой вопрос. Значит, ещё одно патриотическое створение. Вторая часть. Вдали от мус и прочих граций. В российской непролазной мгле. Вне мировых цивилизаций, но ближе к матушке земле. В кондовой, лапотной России, где пьют горстями самогон. Где мужики всегда пухие, а бабы круглые, как бидон. Где до райцентра, как до Марса. Когда дороги развезёт. Где жизнь течёт не ради фарса, а просто так себе течёт. Где что свинарник, что кровник. Везде до пояса навоз. Где в десять лет уже любовник. А в тридцать вечно сизы нос. Где трактор всхрапывает в поле. И тракторист под ним храпит. Вот там поэт на вольной воле. Жизнь вдохновляет и бурлит. Покинь ордынки и таганки. Беги московской суеты в объятья пьяненькой крестьянки. Вот там и будешь счастлив ты. А по утру, топча кирзовой подошвой конское дерьмо. Ты возродишься к жизни новой. И творчество пойдёт само. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.